Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о таком городе под названием Хастингс. По-русски это звучит Гастингс, который находится на юго-востоке Англии между такими городами, как Брайтон и Дауэр. Поехала я туда впервые в мае 2014 года вместе со своей новой спутницей, так скажем. Это был новый человек для путешествий, которого я нашла среди друзей, когда я искала именно людей для того, чтобы путешествовать вместе. О том, как я искала друзей, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. И эта девушка, которую звали Света, недавно приобрела автомобиль и предложила мне съездить в город Хастингс, посмотреть, что это за город, погулять по морскому побережью. От моря я никогда не отказывалась, и так как делать в этот выходной было нечего, я с радостью согласилась. Город находится в графстве Восточный Сассекс, в 85 километрах к югу от Лондона. Он считается историческим городом, потому что именно здесь в 1066 году войско Вильгельма Завоевателя разбило армию короля Гарольда II. После этого Вильгельм стал королем Англии и основал новую династию английских королей. На месте битвы вскоре был основан городок, который так и назывался – Баттл, то есть битва. Он находится в 13 километрах от современного Гастингса. Современный же Гастингс известен как курортный город и центр рыболовства. В 2008 году его население составляло почти 87 тысяч человек. Здесь есть несколько парков, которые стоит посетить, как Александропарк, так и Гастингс Кантри Парк, или East Hill это называется, то есть на лифтах или пешком вы поднимаетесь на клиф, то есть на скалу, и там по вершине этих скал можете прогуляться. Также мы со Светой решили сесть на лифт из клифа, то есть восточной скалы, и добрались наверх, а вниз уже спускались пешком. Там наверху открывается захватывающий вид на море, на скалы, и мы немножечко так прогулялись, повалялись там на траве. Очень красивый и насыщенный такой природой парк. А также оттуда открывается замечательный вид на современный город Хастингс, в центр которого мы и направились после посещения этого клифа. Кстати, на берегу там очень много всяких развлекательных центров, можно поесть мороженое, поиграть в мини-гольф. Для детей там организовано очень много различных активити, то есть развлечений, которые могут занять ваших детей на целый день. Поэтому, если вы едете в Хастингс с семьей, очень рекомендую пляжный летний отдых именно там. Хотя, конечно, пляж не всем подходит. Он похож на Брайтоновский пляж, о котором я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. В Брайтоне очень крупная гайка, прямо в такие вот булыжники, и на них нужно как-то лежать. Ну, конечно, можно арендовать лежачок, то есть шезлонг, который стоит около 4 фунтов, по-моему, на день. И, в принципе, можно лежать на шезлонгах, и тогда вам каменный пляж ничем не помешает. Ну, а если вы любите, как и я, лежать на полотенчиках, то это будет считаться дополнительным бонусом в качестве массажа на разгоряченных морских камнях. Пройдя через центр города, мы посмотрели его архитектуру, а также попали на знаменитый фестиваль английского танца под названием Моррис. Фестиваль этого танца проходит по многим английским городам в первой половине мая. Ну, и, в принципе, в течение всего мая где-то можно увидеть, как мужчины в основном наряженные в какие-то традиционные одежды танцуют либо с платочками, либо с палками, либо еще с чем-то. Этот танец называется «Танец трубочиста». И с чем связана история этого танца, я уже рассказывала. Если кому интересно, смотрите в этом ролике. Ну, а мы через центр направились в музей города, чтобы посмотреть, чем жил город Хастингс. И как раз на подходе к музею мы увидели огромную такую огороженную территорию, где пожилые люди в белоснежных одеждах играют в какие-то шары. Я потом даже погуглила и посмотрела, что же это за игра, и почему они все такие нарядные и в огороженной территории. В общем, что это такое, что происходило. Ну, так как я была уже репортером, мне всегда все интересно. Если я что-то нахожу новенькое, я всегда стараюсь понять, что это за мероприятие и почему люди вот так вот наряжаются, и во что они играют. Ну, так вот, эта игра называется «Боулс», то есть шары. Это традиционная английская спортивная игра, которая популярна в странах британского содружества. Главная цель которой – подкатить асимметричные шары к небольшому белому шару, который называется «Джек» или «Китти». Историки полагают, что игра возникла еще в Древнем Египте. Египтяне играли в эту игру при помощи маленьких камушков. Как и многие другие виды спорта, эта игра распространилась в британские колониальные страны в 1600-х годах. Первая игра в шары на траве была проведена в Северной Америке в начале XVII века в США. Исторические записи свидетельствуют о том, что даже президент Джордж Вашингтон также играл в шары в своем поместье. В Канаде данный вид спорта впервые был представлен к 1730 году, когда была сыграна первая партия в городе Порт-Рояль, Новая Шотландия. В Австралии первая игра была проведена в городе Сандибич, Тасмане, в 1844 году. В Новой Зеландии эта игра была представлена 30 лет спустя. В 1903 году была создана британская ассоциация кеглей. С тех пор Всемирный комитет игры в шары несет ответственность за стандартизацию правил игры во всем мире. И его основной задачей является популяризация игры на всем земном шаре. И как раз в силу того, что для победы в соревнованиях не требуется особой физической подготовки, игру в шары особенно предпочитают люди преклонного возраста. Однако в рядах игроков есть немало молодежи. Игра обычно составляет две команды по одному, по два, по три или по четыре человека, которые соревнуются между собой, кидая большие шары с целью попасть в маленький белый шар, чтобы как-то его сдвинуть. Эти шары называются вудс или деревянные шары, так как в прошлом изготавливались из твердых пород древесины, дуба или осины. Но в наши дни часто используют твердый каучук или многослойный синтетический материал. Каждый вудс изготовлен так, что одна из его сторон является более скошенной, чем другая. Это обуславливает центр тяжести шара. При правильном броске смещенный центр тяжести заставляет шар катиться по слегка изогнутой траектории, что в принципе и усложняет процесс игры. Траектория броска новичка является очень извилистой. Вот так вот пожилые люди развлекаются в Англии, играя в командах в эту достаточно традиционную английскую игру под названием Bowls. В музее мы порассматривали многие экспонаты, но ничего особенного мы там не нашли. Так же, как и во всех других музеях, много различных артефактов о городе. После этого мы немножечко прогулялись по набережной, посмотрели рыболовецкие лодки. Очень много различных снастей, прямо рядом с лодками валяются сетки, какие-то контейнеры для рыбы. В общем, чувствуется так, что ежедневно по утрам рыбаки выходят в море, ловят рыбу и возвращаются обратно домой с целью уже продавать ее. Ну, так живут многие рыболовецкие городки. А так, в принципе, в Гастингсе я еще раз была с моей подругой Настей, но погода была нелетная, так скажем, и много мы там не погуляли. Но что я наснимала, вам показываю в этом ролике. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok